Владимир Васильевич, расскажите, какой вы видели эту игру, холодную, дождливую. Какое у вас настроение? Постояние хорошее, потому что мы выиграли 1-0. Игра была под ножом. Команды очень хотели выиграть. На поле, конечно, сегодня эпизоды игры были. В основном очень много борьбы. Тем не менее, я рад, потому что команда практически у меня новая. Я увидел в деле, в жесткой схватке своих игроков остался недовольный. Такой комментарий. Ну а в чем вы остались недовольны? Что вам не понравилось? Я сказал доволен. А, доволен? А, извините, что вам понравилось? Остался доволен результатом и отношением игроков к сложившейся в этот день ситуации на поле. Хорошо. А каким вы увидели Витязь в этой игре? И ожидали ли вы именно такого видели? Или может быть сильнее, слабее? Они оправдались ваши ожидания? Да, оправдались. Я ожидал такого Витязя, потому что у меня есть некоторая информация. Потому что они нам хотели дать это очень серьезный путь. Поэтому вся команда была к этому готова. Вы согласны с тезисом о том, что игра сегодня была ничейная? Или же все-таки факел? Нет, конечно. Факел должен был выигрывать по-любому. У нас моментов было больше и владений. Наверное, в конце, только когда стали играть на результат. Моментов было бы факел больше. Ну и, если возможно, ваш краткий анализ игры по таймеру. Как она складывалась? Сильнее вашей команды? Первый или второй тайм провела? Мне кажется, они более-менее ровные были. В исполнении вашей команды, да? Да, в нашей команде. Понятно. Вопросы? Владимир Васильевич, в прошлой игре Гитфулин очень неплохо себя проявил, а сегодня не попал даже в заявку. Как дела у остальных травмированы в нашей команде? Сейчас приеду в Воронеж, разберусь. В принципе, по Антипенко пока вопрос открыт. Лечение проходит в Сербии. Значит, Комисов должен вернуться в расположение команды, но у него срок еще не истек. Кузнецов. Кузнецов. Такая травма, что пока неизвестно, когда она на место стоит. Там ничего, не перелом, нет стопа. Наступает больно. Когда эта кость на место стоит, неизвестно. И Терновский сегодня отсутствует. А что Терновский? Отсутствует заявки. А Терновского подозрения на менишку. Спасибо. Саня Михайлович, комментарии? Какое вы увидели? Сыграли, на мой взгляд, сегодня. Особенно второй тайм плоховато. Первый тайм еще так надежно. Но второй тайм немножко провалили. И поэтому проиграли. Там соперник каким-то образом вдруг перевел в другую сторону или собственные ошибки какие-то? У нас, честно говоря, будем разбираться. Средняя линия немножко выпала. Поэтому так. А с чем была связана замена Липихина? На 30-й минуте вы так быстро не делали замены? Если видели, нападающий никого не обвел ни разу. Поворотом не ударил. Нападающий должен не тачить и соперника вставить в тупик. Он этого не делал, поэтому я его поменял. Наверное, вы говорите часто, что ни с кого-то поражение не стоит. Но, тем не менее, в этом пропущенном мяче доля Липпанова есть или нет? Я всегда подчеркиваю. Если проиграли, то проиграла вся команда. Все ошибаются. Вратарь, конечно, это такая фигура заметная. Последний рубеж. Где-то немножко есть. Ну, допустили ошибку, штрафной там сделали. И все. Все немножко ошиблись. Поэтому привело к голу. Погода сегодня как-то полярная или нет? Да, нет. Воронеж играл вот где? Под солнцем, что ли? То есть, в принципе, они сегодня немножко лучше выиграли, видите, да? Ну, в Воронеж команда более опытная в самом деле. Более быстро приспособились к полю. Поэтому 1-0 они выиграли.